Больше 8 миллиардов человек составляют численность населения планеты и, пожалуй, единственное, что нас объединяет абсолютно все мы являемся потребителями товаров и услуг. В студии прямого эфира Юлия Самуэльсона мы снова обсуждаем самые горячие темы дня здесь и сейчас. Всемирный день прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта. И именно этот день больше 60 лет назад впервые было сформулировано понятие «потребитель» и названы четыре основных права. Право на информацию, на безопасность, на осознанный выбор и быть услышанным. Наш гость в студии сегодня Татьяна Хакимова, управление Роспотребнадзора по Югре. На удаленной связи с нами ее коллега Карла Гаш Раизова, управление Роспотребнадзора по Югре в городе Лонгипасе и Покачи. Александр Зуев, Центр гигиены и эпидемиологии в Югре. Юрий Колесников, Департамент информационных технологий и цифрового развития. Ольга Обмайкина, ОМВД России по Югре. Сергей Ланчиков, сервисный центр компании Ростелеком в Ханты-Мансийске. Виктория Воропаева, Центр эстет клиник, город Ханты-Мансийск. Защита прав потребителей является одной из самых востребованных в мире в рейтингах судебных практик. Девиз Всемирного дня защиты прав потребителей 2024 года. Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителя. Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифрового мира и проникнул в большинство сфер жизни людей, оказав огромное влияние на развитие ключевых областей экономики, таких как банкинг, ритейлинг, медицина и промышленность. Но в настоящее время правовой статус искусственного интеллекта законодательно не определен. И нет ясности, кто несет ответственность за создание и распространение недостоверной и неточной информации, попадающей в открытые источники при использовании искусственного интеллекта. Как я уже говорила, в нашей студии сегодня Татьяна Хакимова, начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Югре. И ей мы зададим первый наш вопрос. Добрый день, Татьяна. Как полагается, наверное. Во-первых, конечно, с прошедшим профессиональным праздником вас. Поздравляем у ваших коллег тоже. Вам легкой службы, поменьше обращений в вашу службу, зная, что и день, и ночь вы их принимаете. И вот как раз с этой статистики хочется начать. Судебные практики, это уже постоянная повседневная ваша жизнь, административные практики какие-то, проверки, выезды. Что по прошлому году? Насколько ваша служба активно занималась защитой прав потребителей? В прошлом году в адрес управления именно по разделу защита прав потребителей поступило порядка 2500 обращений граждан. Даже, я бы сказала, 2600, там 2597. Из них было рассмотрено 2200. Вот. И понятное дело, что, как и прежние годы, предыдущие годы, большинство жалоб у нас связано с розничной торговлей. Порядка 68% от этой всей массы жалоб и обращений, это вот жалобы, связанные с розничной торговлей, с продажей дистанционным способом, с заключением договоров по образцам. Все остальное, это у нас услуги, жалобы на услуги. Контрольно-надзорные мероприятия именно взаимодействиями у нас было проведено в целом по управлению всего 8 внеплановых проверок в форме инспекционных визитов и выборочных контролей. И они связаны у нас с продукцией. С табачной, с никотинсодержащей продукцией по исполнению, в связи с, точнее, выявлениями сработавших индикаторов риска. А вот судебная практика, она у нас продолжает увеличиваться, набирать обороты. Так, допустим, в прошлом году у нас, нами, непосредственно управлением и его территориальными отделами, в суды округу было направлено 45 исковых заявлений в целях защиты как неопределенного круга лиц, так и конкретных потребителей. Общая сумма, так скажем, удовлетворенных требований потребителей составила порядка 9 миллионов рублей. Но, помимо этого, у нас есть еще такой огромный пласт работы. Это дача заключений в судах по гражданским делам, связанным с защитой прав потребителей. И специалистами округа в суды, вот именно для дачи заключений по делу, выходили 191 раз. И в этом случае, с помощью наших специалистов, требования потребителей были удовлетворены на 15 миллионов рублей. Это очень внушающая сумма, действительно, и что первая, что вторая. И все-таки сегодня мы говорим не просто о том, как в бытовых условиях проходит ваша служба, а конкретно о том, какой курс Роспотребнадзор России взял на 2004 год. Такой интересный девиз, такой лозунг, который включает в себя понятие «искусственный интеллект». Вот в какой форме искусственный интеллект чаще всего участвует в потребительских вопросах? Почему именно эта тема заинтересовала службу? Ну, во-первых, тут все-таки надо сказать, что эта тема заинтересовала не столько службу, сколько в целом мировое сообщество. Потому что искусственный интеллект и все, что с ним связано, последние 5-7 лет набирает прям достаточно сильный активный оборот. И поэтому эта тема была вынесена как основная тема года. И, естественно, Роспотребнадзор не мог по определению пройти мимо, остаться в стороне. Тем более, что искусственный интеллект, если мы говорим про потребительские отношения, он играет большую роль как со стороны непосредственно наших контролируемых лиц, продавцы и исполнителей, так и со стороны покупателей. Для юридических лиц предпринимателей, допустим, если говорить, это сбор, анализ огромных баз информации, на основании которых то или иное юридическое лицо, тот или иной продавец, исполнитель делает выводы, определяет потребности своих потребителей, гостей и так далее. А если мы говорим со стороны потребителей, то в первую очередь это так называемые чат-боты, через которые у нас потребители получают информацию, разъяснения, общаются со своими продавцами, исполнителями и так далее. То есть сейчас вот эта сфера, она настолько сильно развивается, она развита уже по сравнению с предыдущими пятью годами назад, и сейчас она достаточно сильно развита, она так уже крепко стоит на ногах, но и продолжает развиваться, потому что недостатков в этой сфере очень много на сегодняшний день. Да, действительно, искусственный интеллект задал такую новую планку для даже работы журналистов в том числе, то есть в какой-то момент и мы начали побаиваться, что нас заменят ИИ. Но дело в том, что вот в интернет-ресурсы искусственный интеллект ворвался уже полноценно, и многие посты в социальных сетях, в различных каналах социальных сетей пишутся чат-ботами. И вот я так понимаю, что вот сам чат-бот как продукт, как поставщик какой-то информации вас тоже интересует. И вот что в себя включает концепция чат-ботов и вот подобных технологий? Вообще в 2019 году указом президента именно в Российской Федерации была определена стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года. И предполагает она развитие искусственного интеллекта и во всех сферах, в том числе и в потребительских отношениях. Но возвращаясь применительно, то, что нас как службу больше всего интересует, это, как вы уже сказали, это доведение информации. В первую очередь это информация для потребителей. И вот эта вот концепция, мы, служба, территориальные органы Роспотребнадзора, мы всегда ориентируем наших контролируемых лиц на то, чтобы те, кто использует искусственный интеллект в своей работе, те, кто использует чат-боты в своей работе, чтобы они в первую очередь следили за достоверностью и полноценностью всей информации, которую они через эту систему дают своему потребителю. Потому что ввести в заблуждение нашего потребителя, упустив какой-то один из вариантов возможных ответов, или упустить из виду момент изменения законодательства, это достаточно просто. И за собой это может потянуть достаточно негативные последствия, как в первую очередь для нашего потребителя, так и для непосредственно контролируемого лица, который оказывает ту или иную услугу, используя искусственный интеллект в своей работе. То есть вы предлагаете тем же предпринимателям, которые используют чат-бот в работе, не отдавать им стопроцентное пользование, я имею в виду чат-ботам, не отдавать контролирование информации, которой доходят потребители, а она все равно нуждается в перепроверке, и конечный результат должен быть все равно проконтролирован не искусственным интеллектом, а человеком. А именно человеком. Потому что на сегодняшний день, какой бы ни была развита система, которая лежит в основе этого чат-бота, это программа. Это программа, которой необходимы определенные алгоритмы, для которой необходимы определенные базы. И без помощи человека эта система, эта база, этот чат-бот не будет работать. Кроме того, тут нельзя забывать такой один немаловажный момент, как эмоциональный интеллект, который отсутствует у компьютера, у системы, у алгоритмов, у цифр. А что такое генеративный искусственный интеллект, которым пользуется чат-бот? Вы с ним сталкивались? Генеративный искусственный интеллект – это имитация человеческих навыков, человеческого мышления. То есть такие чат-боты максимально приближены к своему общению, по виду, к общению к человеку, по сути своей. Но единственное, как я уже сказала, они не понимают эмоций. Они работают исключительно в рамках той логики, той системы, которая в нее вложен был человеком. А каким образом мошенники или, назовем их так, не очень ответственные представители товаров и услуг могут использовать искусственный интеллект в своих целях? Как? Эта проблема, она также вместе, как искусственный интеллект в потребительских отношениях, чат-боты, она также набирает достаточно широкий и, я бы сказала, даже серьезный опасный оборот. В первую очередь, это передача персональных данных. Потому что подмена, условно говоря, человек думает, что он общается с авиаперевозчиком через чат-бот, через приложение, через программу, а на самом деле он общается с недобросовестным, так скажем, представителем, с недобросовестным человеком и передает свои персональные данные. И непосредственно эти персональные данные могут использоваться не в хороших целях для получения доступа к банковским системам, к тем же самым госуслугам, но все в итоге сведется к мошенничеству и к потере денежных средств. То есть вы имеете в виду, что ведется подмена понятий. Человек иногда путается с чат-ботом он или же с мошенником, или с оператором он общается. И выдает свои персональные данные, фотографии какие-то могут использовать, у нас недобросовестные люди, представляясь тем или иным человеком. Это все тоже разрабатывается и используется посредством искусственного интеллекта. Да, о том, как пользуют предприниматели и как контролируют чат-бот, мы поговорим еще позже немного. Сейчас у нас на видеосвязи ваша коллега Карлогаш Раисова, главный специалист, эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Югре в Лангипасе и Покачи. Добрый день. Добрый день. Так, нам вас слышно, видно, прекрасно. Вас тоже и вашу территориальный отдел мы поздравляем с прошедшим праздником профессиональным обязательно. Продолжим нашу беседу по такой очень интересной и современной теме, которая коснулась наверняка уже каждого. Искусственный интеллект действительно проник в каждый дом, в каждый смартфон и персональный компьютер. Вот какое правовое регулирование существует для искусственного интеллекта в Российской Федерации на сегодня? Хочется сказать, что действующее гражданское законодательство Российской Федерации может рассматривать искусственный интеллект как результат интеллектуальной деятельности, ну или объект авторских прав, но не как отдельная сторона гражданско-правовых отношений. Отдельный правовой статус для искусственного интеллекта при его участии в сфере потребительских правоотношений до настоящего времени не установлен. И какие субъекты тогда отвечают за предоставление информации и качество работы в сфере потребительских правоотношений при использовании искусственного интеллекта? То есть если предприниматель пользуется чат-ботом, но этот чат-бот выдал недостоверную информацию, кто понесет ответственность? Остаются участники потребительского рынка, это юридические лица и индивидуальные предприниматели. То есть это те, на кого работал этот бот в итоге? Да, конечно. Это и чат-боты, и роботы на телефонной линии. Они ответственны за предоставляемую потребителям информацию. Они также ответственны за качество работы, выполняемой с использованием автоматизированных программ, в порядке, который установлен положением закона о защите прав потребителей. Вот здесь, да, Татьяна, мы как раз говорили на то, что не нужно отдавать на аутсерсинг искусственному интеллекту полностью под контроль все это. Необходимо перепроверить перед выходом информации. Хотя бы, да, отслеживать ту или иную нормативную базу, которая дает информацию человеку. И еще один вопрос, если можно вернуть нам до нашего гостя. Какие статьи закона о защите прав потребителей все-таки относятся к нарушениям, связанным с использованием искусственного интеллекта, несмотря на то, что законодательство еще пока что не совсем урегулировано в этой сфере? Роль искусственного интеллекта в недостоверности, ну или некорректности предоставляемой информации, о недостатках качества результатов, выполненных с его использованием работ с точки зрения действующего российского законодательства, не учитывается и не используется, не является основанием для смягчения, ну или освобождения от ответственности исполнителя, либо продавца, либо изготовителя, который использует искусственный интеллект. И допустив такое нарушение потребительских прав, подлежит квалификации в соответствии с законом о защите прав потребителей по статье 12, 18 и 29. Закон о защите прав потребителей. Все-таки мы возвращаемся обратно к единому законодательству по защите прав потребителей. Никуда от него, где мы деться не можем. Все, хорошо. Мы сейчас углубимся немного в тему, которую тоже затронули. Это защита в том числе персональных данных, о которых уже говорилось. С нами на видеосвязи Юрий Станиславович Колесников, первый заместитель директора Департамента информационных технологий и цифрового развития. Добрый день. Юрий Станиславович, защита персональных данных. Это очень важный момент. Сегодня все личные данные залиты в портал государственных услуг. В каждом мобильном телефоне сейчас есть приложение банка, школьный журнал, кабинет налогоплательщика. Вот как сберечь данные, которые пользователь загрузил через различные порталы, вернее, через различные приложения в государственные порталы в том числе? Добрый день. Да, действительно, у нас сейчас с вами в мобильных устройствах наших очень большой объем информации содержится. Это и персональные данные, как вы сказали, платежные, да и медицинские даже данные. На самом деле рекомендации, они довольно простые, очевидные, универсальные для того, чтобы сохранить все это. То есть первое и самое главное, это на своем мобильном устройстве нужно установить антивирусное программное обеспечение. Очень многие этого не делают, естественно, российского производства. Потом достаточно не скачивать с неизвестных источников приложения. Особенно, если приложения предназначены для удаленного доступа к вашему устройству, потому что чаще всего это используют именно зловомышленники. Настроить вход во все важные приложения, то есть госуслуги банковские по логину, паролю или отпечатку пальца. Точно так же, чтобы без вас никто не смог этого сделать. Сам телефон точно так же должен быть заблокирован. К сожалению, некоторые граждане этого тоже не делают, чтобы если вы его вдруг потеряли, оставили, где-то никто не смог войти без вас. То есть точно так же устанавливается пароль, либо вход по отпечатку пальца, биометрия. Это сейчас во всех смартфонах реализовано. Ну и самое такое, что поможет точно так же защитить вход в приложение, это настроить двухфакторную аутентификацию. Это когда вы, кроме ввода логина и пароля, получаете еще и смс-код, либо пуш-уведомления на привязанное ранее устройство. То есть следуя этим простым рекомендациям, вы практически исключите возможность доступа к вашим данным каких-то, скажем так, зловомышленников. Опять же, просто контролировать момент того, что, как Татьяна Станиславовна говорила, не сливать свои личные данные любому первому встречному чат-боту. Лучше убедиться у производителя тех или иных услуг, является ли он настоящим сегодня. Все верно. Так, и еще тогда такой вопрос. Вот какие виды форм защиты потребителей информации сегодня самые распространенные? Про блокировку мы все поняли. То есть это то, что может сделать каждый югорчанин сам и повлиять на свою безопасность. А есть ли какие-то иные средства борьбы с подобными киберопасностями? Ну, смотрите, да, конечно же. Самое основное и главное, это просто очень внимательно относиться к информации, которую вы получаете, либо передаете кому-то. Потому что у нас в современном мире объем информации поступающего, он просто огромен на самом деле. И, скажем так, она зачастую недостоверна. То есть нужно сохранять бдительность в любой ситуации. Понимать, что если вам кто-то звонит и пытается вывести вас на эмоции, либо на какие-то быстрые необдуманные действия, это с практически стопроцентной вероятностью, это мошенники, это именно психологические такие эффекты. То есть в этом случае нужно просто прервать разговор, обдумать то, что вам говорят сделать, и спокойно принять уже взвешенные решения. Не нужно разговаривать с мошенниками. Это самые распространенные формы, когда вам звонят представители, скажем так, банков, либо каких-то сотрудников органов, там внутренних дел или что-то. Зачастую вам этого не будут делать на самом деле настоящие сотрудники. Если вам звонит сотрудник банка с какой-то рекламным предложением, вы точно так же можете прервать разговор и посмотреть это рекламное предложение либо в приложении банка, либо перезвонив по именно официальному каналу связи с этим банком и спросить, а что там мне, собственно говоря, предложено. Нужно также помнить, что сейчас мы живем в современном мире, и есть технологии, когда вашу запись голоса, искусственный интеллект, может именно переработать таким образом, чтобы потом позвонить как будто бы от вашего имени вашим знакомым, родственникам. Поэтому, как я уже сказал, нужно очень внимательно относиться к тому, с кем вы разговариваете, о чем вы разговариваете. Внимательно смотреть, куда вы вносите свои данные, потому что один из очень распространенных точно так же способов получения персональных данных, закрытых, это поддельные сайты. То есть создаются все эти интернет-сайты визуально абсолютно такой же, как проверенные, скажем так, госуслуги, например. Вам скидывают на него ссылку, вы переходите, но видите, что там написано не госуслуги.ру, например, а госуслуги.нет. Это поддельный сайт. Все, что вы туда введете, оно уйдет в сторону мошенников, и ваши данные будут потеряны. Все новые формы, да. Да. И еще одно из тоже сейчас очень распространенных таких способов получения первых данных, это когда вам в мессенджерах якобы ваши там знакомые, родственники присылают ссылки, проголосуя в конкурсе там за мою внучку, дочку, племянницу и так далее. Очень часто это именно мошеннические ссылки, которые крадут ваши первые данные. В этом случае не помешает именно перезвонить родственнику и поинтересоваться, действительно ли он вам это отправил, а действительно ли это какое-то голосование. Но если даже вы вдруг перешли по этой ссылке, обратите внимание на то, что эти конкурсы проводятся на открытых площадках. Они практически никогда не требуют ввода каких-то там пин-кодов, каких-то именно банк данных, карт или паролей от чего-то. То есть такие довольно простые, в принципе, рекомендации, но они помогут вам защитить свои данные. Да, спасибо. Еще подробнее мы поговорим о рекомендациях с Ольгой Обмайкиной, и которая представлена как раз у МВД России по Югре. Спасибо большое за комментарии. У нас есть следующий спикер, это Александр Сергеевич Зуев, заведующий отделом информации, консультирования и гигиенического воспитания Центра гигиены и эпидемиологии в Югре. Добрый день. Конституционные центры, что это вообще за структура такая в Роспотребнадзоре? Я так полагаю, что вы тоже уже приняли поздравление с профессиональным праздником, мы немного с опозданием, но тоже хотим вас поздравить от всего сердца. Да, добрый день, спасибо. Консультационный центр, то есть в системе Роспотребнадзора такой центр, который консультирует непосредственно потребителей, которые обращаются за проблемой, которая связана с куплепродажей, показанием услуг в рамках закона о защите прав потребителей. Если Роспотребнадзор в большей части, конечно же, это надзорники, то мы в рамках структуры Роспотребнадзора оказываем консультативную помощь, то есть либо это по телефону, либо это устный прием личный, либо это можно письменно прийти, написать нам письмо, мы также на него отвечаем и составляем претензии, иски. Если коротко, то вот так. Всего у нас 9 консультационных пунктов на территории Югры. Это от Урая до Радужного. Вы немного умолчали информацию по поводу обращений к вам в консультационный центр. Вы тестируете новую систему, насколько я знаю, имела честь видеть ее в своем смартфоне. Это чат-бот, действительно, это чат-бот в одном из каналов сетей социальных. Зачем он нужен? Зачем нужен вот этот вот бот, если есть возможность прийти на прием или позвонить? Кому облегчает он работу? Вам или ускорит получение ответа потребителю? Ну, я думаю, здесь обоим и нам, и это все-таки новая форма достучаться до потребителя. И потребителю до нас в том числе. Ну, как бы, не каждый захочет, особенно молодое поколение, погрузиться в книги, либо позвонить по телефону горячей линии Роспотребнадзора. Многие любят, так сказать, чатиться-ботиться. И, соответственно, когда появилась стратегия и появился план, и девиз «Справедливый и ответственный искусственный интеллект», мы не смогли не пореагировать и использовать возможности этого искусственного интеллекта. И вот с февраля месяца группой, как говорится, нашего фубуза, нашими айтишниками вот прописали такую программу, и сейчас ее учим, так скажем. Учим ее, и чтобы ей доверяли, пока, конечно, она у нас работает в тестовом режиме. Ну, а сегодня, вот уже по времени, истекшему с февраля месяца, пока вы ее тестили, были выявлены какие-то плюсы или минусы, над чем нужно работать, нужно ли вмешательство специалиста вашего в работу этого чат-бота, или в ближайшее время действительно все будет поставлено колеса, и бот будет сам помогать обратившимся людям? Да, в ближайшее время мы уже поставим на колеса, выявлены, конечно, минусы. Прежде всего, мы пытались запустить в чат проекты и претензии исковых заявлений, и, так сказать, процессуальных документов, но оказался минус в том, что все-таки это чат-бот, и все-таки это чат, а человек просто не хочет читать наши проекты и претензии, и скачивать их, и использовать в работе. Ему проще на просто, если он находится у каста, либо у маркетплейса, где-то при получении товара, быстренько сообщение написать, чтобы ему ответ пришел. Без открытия себя, как физического лица, без слития персональных данных, без согласия на персональных данных, которые там тоже у нас есть. То есть мы немножко его перестроили сейчас именно на чат, как говорится, вот такой вот доработкой, и сейчас просим тестировать, максимально ждем от вас максимальных задач, так сказать, потому что хотим посмотреть, как это будет работать вживую при большом количестве обращений. Классно, спасибо большое. Нужно принять участие, попробовать протестить этот чат-бот совместно с вами. Татьяна, хочу у вас поинтересоваться, в каких сферах этот чат-бот может помочь потребителю, на что ориентированно, то есть если ты стоишь у кассы в магазине, тебе пытаются, будем называть так его, втюхать какой-то некачественный товар, ты можешь открыть свой смартфон и сказать, смотрите, зашли, я ввожу запрос, мне пытаются втюхать ненужный товар, и тут же приходит ответ, да, и можно прямо вот показать продавцу, что вы не правы, это официальный источник. В первую очередь такой вот чат-бот будет удобен нашим потребителям, вот именно здесь и сейчас. Столкнулись, зашли, ввели вопрос, получили ответ, для того, чтобы сразу же на месте разрешить сложившуюся ситуацию. Вот, это из жизненного примера, из жизненного опыта. Когда моя соседка позвонила мне в панике, что ей продали некачественную электронику, она через день буквально узнала об этом, но пока выясняла, куда обратиться, и была не совсем уверена в своих правах, может ли она вернуть и потребовать обратно деньги, все сошло на нет, и она согласилась на предложение продавца вернуть его на обмен, остаться без электрочайника и энное количество времени, там, три недели, прожить вот без новой покупки, но и без денег совместно. А в случае пользования ботом, я так полагаю, она могла сразу подтвердить свои подозрения, что она имеет право на возврат, на обмен, на замену какую-то, да, и то есть не произошло. Да, 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 то есть она пришла бы в магазин с этим, сломанной этой электроникой, сказала, ребята, смотрите, у меня не работают. Как обычно у нас большие торговые объекты, особенно, или связанные с электроникой, говорят, только ремонт. Вот, она бы посмотрела в этом чате, сказала, нет, я купила два дня назад, поэтому будьте, пожалуйста, так любезны. Согласно 18-й статье закон о защите прав потребителей, у меня есть сейчас право, и я его реализую. Я хочу расторгнуть договор, куплю-продажу, верните мне, пожалуйста, деньги за некачественный товар. Классно, да. Здесь и сейчас, да, в моменте. Да, помощь на месте, прямо у кассы. Отлично, у нас есть на связи еще один спикер, это Сергей Александрович Ланщиков, директор сервисного центра компании Ростелеком в Ханты-Мансийске. Это тоже как раз люди, которые ежедневно стоят на борьбе с интернет-мошенничеством и различными махинациями в киберпространствах. Добрый день. Вот про мошенничество в интернете мы говорим много, и с завидной периодичностью. К сожалению, югорчане все так же ведутся на предложения мошенников. Почему ведутся? Да, добрый день всем. Ну, действительно, югорчане здесь не исключение. Коллеги много примеров уже привели, а я, наверное, такой свежий пример, касающийся прошедших выборов, еще расскажу. Почему ведутся? Потому что мошенники адаптируются и используют наиболее такие известные и проходящие в данный момент мероприятия. Ну, вот как-то выборы уже установлено, что во время предвыборной кампании мошенники активно звонили гражданам, выдавая себя за представителей предвыборного штаба одного из кандидатов и предлагали зарезервировать голос избирателя за небольшую плату. Полученные деньги якобы должны пойти на финансирование предвыборной кампании. Ну, и кроме того, мошенники постоянно занимаются тем, что активно собирают персональные данные. Это такой ресурс сейчас довольно дорогой, так скажем, в современном мире. И необходимый для того, чтобы свою деятельность киберпреступники могли осуществлять. Так вот, а также, притворяясь строгими сотрудниками избиркома, обещали заплатить деньги за участие в вопросах, связанных с выборами. И уже также известно о нескольких схемах злоупотребления подобного рода. Ничего себе, как в режиме моментального времени работает все это. Да, да, да. Ну, и коллеги уже сказали о том, что социальные сети и мессенджеры очень активно используются. Это еще одно такое массово развивающееся направление. Дело в том, что нейросети позволяют очень быстро изменять голос, внешность, создавать поддельные веб-сайты, как коллеги уже сказал. Ну, и, собственно, эти мошенники также пользуются. Поэтому все больше распространения получают схемы в Телеграм, в других мессенджерах, когда аккаунт сначала уводят, а потом к вам обращаются уже от известного вам человека. При этом могут и генерить голос на основании ранее записанных голосовых сообщений. Ну, то есть создавать полное ощущение того, что вы общаетесь с знакомым вам человеком, который, естественно, дальше попросит, видимо, решить его финансовые вопросы. Тут рекомендация одна, простая. Перед совершением каких-либо действий все-таки вживую поговорить с человеком. Ну, хотя бы набрать его по телефону, не в Телеграм, а по обычным каналам связи. И лично поговорить и спросить, так ли все плохо, как он пишет в Мессенджере или в Телеграме. Да, действительно, эта рекомендация никогда не устареет. Связаться, в первую очередь, отбросить эмоции, связаться со своим собеседником. И вот очень много сегодня в эфире мы посвятили времени чат-ботам, которые ворвались в нашу жизнь. Сегодня все, от салонов красоты до банков, самых крупных маркетплейсов и госструктуры уже пользуются ими. Вот не нарушает ли здесь права человека искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это, прежде всего, инструмент, надо понимать. Поэтому, как любой инструмент, все зависит от того, в каких он на руках находится. Поэтому сам по себе искусственный интеллект, конечно, не нарушает права, если он не применяется злоумышленникам. Ну и более того, могу сказать, что с развитием технологий искусственного интеллекта он стал широко применяться и применяется, в том числе и нашей компании, для обнаружения угроз, защиты от кибератаки и принятия решений по кибербезопасности. Поэтому, ну, все зависит от рук, кто свою голову прикладывает к его использованию. Да, да, спасибо. И вот еще вопрос такой. В сети периодически утекают все-таки данные компаний, ведь компании – это тоже своеобразный пользователь, просто, да, ну, не физ, а юр лицо. И утекают данные как целых компаний, так и отдельно сотрудников. Вот как Ростелеком защищает структуры, с которыми работает сегодня? Ну, да, действительно, проблема глобальная достаточно. То есть, по итогам неполного даже 2023 года, наша дочерняя компания Solar, которая непосредственно концентрируется на защите от киберугроз, Так вот, по данным этой компании, в публичный доступ попали данные почти 400 российских организаций. Кроме того, хакеры выложили в сети более 220 миллионов телефонных номеров. Ну, чтобы, сами понимаете, превышает численность, в принципе, жителей даже Российской Федерации. Поэтому, значит, ну, вот задача Solar, Ростелеком, такую комплексную кибербезопасность обеспечивать. Есть современные решения на базе российских разработок, на базе собственных разработок в том числе. Вот, поэтому, ну, ежедневно более 200 миллиардов событий информационной безопасности с помощью современных технологий Компании анализируют и предлагают, собственно, рынку, организациям, как коммерческим, так и государственным, широкий спектр продуктов, которые позволяют обеспечивать... Какие формы защиты? Какие? От слова к делу. Это и управление доступом, это защита корпоративных данных, это детектирование угроз и хакерских атак. То есть, когда мы под... Наши клиенты ставятся под мониторинг, как так скажем. И, собственно, при наступлении тех или иных угроз специалисты реагируют. Более 2000 специалистов по России у нас цельноправно занимаются вот этими вопросами. Спасибо большое. Да, если говорить уже про население, то тоже есть целый комплекс инструментов, да, это и антивирусные программы, которые мы своим абонентам предлагаем, которые можно установить прямо из личного кабинета Ростелеком. Вот это различные информационные курсы, да, то есть Ростелеком Лицей предлагает, например, бесплатные курсы, где можно подчеркнуть достаточно много знаний по информационной безопасности. Спасибо большое, Сергей Александрович, за то, что разбиваете технологии, за то, что защищаете своих же пользователей. Спасибо большое. У нас на связи еще один спикер, который о мошенничестве и том, как их избежать, знает, наверное, больше, чем мы все вместе взяты. Сегодня Ольга Обмайкина, начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Югре. Добрый день. Ольга, не первый раз мы встречаемся с вами уже в прямом эфире, говорили на разные темы, но мошенничество в интернете, статистика неумолима, она есть всегда. Вот что на сегодняшний момент? Здравствуйте. Ну, на сегодняшний момент статистика такая достаточно интересная. На фоне снижения общего количества регистрации преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, мы наблюдаем колоссальный рост суммы ущерба. В текущем году, вот за два с небольшим месяца, югорчане перевели на счета мошенников уже порядка 500 миллионов рублей. За весь 2023 год ущерб составил порядка полутора миллиардов, но если наши граждане продолжат в таком же темпе расставаться с разбережениями, то мы рискуем в текущем году перекрыть показатели 2023 года. Удивительно, да, вроде прогресс не стоит на месте, но все-таки доверяемся еще этим сомнительным звонкам и СМС. Как потребителю проверять свои покупки перед оплатой в интернете, чтобы не попасться там на мошенников? Ведь сегодня не только схемы звонков из банков и от сотрудников уже нас беспокоят. Да, действительно, в общем количестве преступлений этой категории большую долю занимают именно покупки товаров на различных интернет-ресурсах. Полиция, в свою очередь, рекомендует пользоваться гражданам проверенными маркетплейсами, широко разрекламированными, где существует услуга по оплате товара по факту его получения. Если все-таки на данных маркетплейсах отсутствует товар, который желает приобрести потребитель, то нужно быть очень внимательным с проверкой сайта, с которого гражданин пытается заказать тот или иной товар или услугу. Мошенники, как уже сказано было, часто создают поддельные фишинговые сайты, которые как две капли воды похожи на официальные интернет-магазины каких-либо брендов. Но эти сайты созданы для того, чтобы получить доступ к данным банковской карты посетителя, когда тот захочет оплатить товар. Для покупателя, прежде всего, нужно обратить внимание на адрес сайта. Лишняя или пропущенная буква в названии, не то окончание домена, либо замена буквы на цифру – это прямое свидетельство того, что вы попали на сайт «Двойник» и не находитесь на сайте, который изначально планировали посетить. Необходимо обратить внимание на начинку сайта. Как правило, мошенники делают сайты на скорую руку и не вникают в детали. И на этих сайтах, как правило, существует неудобная форма для заказа, отсутствует информация о компании, всплывает обилие различных баннеров с рекламой. Это все поводы для того, чтобы насторожиться. Да, и здесь как раз про оплату. Ольга сказала, что лучше заказывать там, где оплата происходит по получению, во время получения товара. Здесь хочу обратить внимание, собственно, также опыта. И был такой, к сожалению, неудачный. Когда вам говорят, что вы можете оплатить на почте наложенным платежом, это лишь говорит о том, что после вскрытия посылки, когда вы ее будете проверять и уже ее оплатите, вы не сможете вернуть ее обратно тому, кто ее выслал. И это тоже, кстати, вариант мошеннических действий. С таким вот мы сталкивались в жизни. Мы, я. Вот. И спасибо вам большое, Ольга. Еще раз всех предупреждаем быть более бдительными. А с нами на связи еще один наш спикер. Это Виктория Михайловна Воропаева, директор медицинского центра эстет-клиник города Ханты-Мансийска. Это как раз один из примеров предпринимателей, которые сегодня пользуются искусственным интеллектом, пользуются как раз-таки чат-ботами для того, чтобы общаться со своими клиентами. Добрый день. Очень рада вас поприветствовать. И вот скажите нам, как потребителю услуг, чем же отличается чат-бот для салона красоты от обычного сайта или приложения? Во-первых, хочу сказать спасибо за то, что пригласили. И мы действительно являемся активными пользователями таких чат-ботов. Но, конечно, как ранее говорила Татьяна, мы контролируем эти процессы, чтобы, не дай бог, что-то не утекло, да, и действовать в рамках закона. Ну, если отвечаю на ваш вопрос, сайт все-таки несет информативный характер, да, а чат-бот, он имеет возможность такой двусторонней коммуникации с нашими клиентами. Также чат-бот позволяет оптимизировать бизнес-процессы и снизить нагрузку с административного персонала. И исключается такая ошибка, как, ну, связанная с человеческим фактором, что мы забыли кому-то напомнить о записи, да, кого-то пригласить повторно. Вот, поэтому чат-бот решает такие моменты. Это как некая записная книга вместе с администратором в одном флаконе, получается, для вас. Ну, можно так сказать. Для потребителей существуют ли какие-то риски, ведь он должен внести данные для того, чтобы записаться на прием. Или у вас без личных данных это все проходит? Смотрите, пациенты попадают в этот чат-бот только при онлайн-записи, при записи, либо посредством звонка, либо посредством там сервиса онлайн-записи. И, конечно же, для этого необходимо передать вам данные, это номер телефона и имя. Далее, когда уже пациент приходит к нам на прием, мы подписываем согласие на обработку персональных данных. То есть в медицинских организациях это обязательное условие. Поэтому таким образом мы защищаем и себя, и пациента, что его данные никуда не уйдут. Ну и далее уже коммуникация происходит дальше в этих чат-ботах. Смотрите, чат-бот, все мы поняли, что это улучшает уровень сервиса. То есть это удобно и одной стороне, и второй стороне. Напомнили вовремя, никто не забыл о своей записи. Лишний раз напомнили о том, что нужно повторить процедуру, или появились какие-то, возможно, акционные предложения. Но не поступали ли вам сообщения, когда потребитель ваших услуг приходит и говорит, можно мне отключить? Так, надоел чат-бот, вот лучше я буду сам к вам звонить и записываться. Да, есть такие, их, конечно, меньшинство. Есть те, кто переезжает, например, в другие города, и, конечно же, им надоедает видеть какие-то предложения, если они не нуждаются в наших услугах. Либо есть люди, которые по старинке любят, чтобы позвонили, поговорили, пообщались. И, конечно же, мы лояльно относимся к этому, отмечаем у себя там CRM в системе, и непосредственно с этой категорией клиентов уже работаем по-другому. Спасибо большое за ваш комментарий. Вот здесь проконтролирована четкая работа чат-бота. Получается, что администратор все равно следит за тем, что кому-то нужно кого-то вычеркнуть из списка своих клиентов, кого-то оставить. А мне вот одна из стоматологий, города, в котором я никогда не жила, и в эту стоматологию не ходила, звонит уже третий год. И я прошу вычеркнуть меня из списков, но не получается. Это нарушение моих прав? Ну, да. Получается, что здесь... Ну, здесь, опять-таки, смотрите, здесь, скорее всего, имело место быть так называемый слив персональных данных, в том числе номеров телефонов, где-то, когда-то, откуда-то. Потому что, как и вам, так и нам, то матрасы продают в городах, которых мы никогда не были, из городов, которых мы никогда не были, то стоматологию приглашают где-то там из центральной части России. Это имеет место быть, к сожалению, но, так скажем, это реальность. Значит, курс на 2024 год взят совершенно правильно. С искусственным интеллектом нужно еще разбираться и разбираться. И сегодня очень активно ведутся как раз-таки работы по повышению прозрачности в сфере искусственного интеллекта, чтобы гарантировать безопасность тем, кто хочет получить услуги этой новой технологии. Необходимо обеспечить эффективную защиту потребителей, чем ежедневно как раз занимаются наши уважаемые эксперты. И мы ненадолго сейчас прервемся, но не переключайтесь, впереди еще очень много интересного и полезного. Депутаты Югорского парламента направят деньги на материально-техническое обеспечение военнослужащих в зоне СВО. Речь о средствах из депутатских фондов, из которых финансируют наказы избирателей. Соответствующее обращение к правительству региона приняли на заседании фракции «Единой России» в окружной думе. Перечислят деньги депутатского фонда 2-го, 3-го и 4-го кварталов текущего года. Обеспечат материально-технические нужды бойцов, призванных с территории нашего региона. Как пояснил спикер Югорского парламента Борис Хохряков, общая сумма перечислений составит 174 миллиона рублей. Но она может быть увеличена, так как единороссы обратятся к коллегам из других думских фракций. Такая же ситуация у нас была в прошлом году. Мы аналогичные суммы направляли на оказание помощи военным, на обеспечение материально-технического, обеспечение наших воинов СВО, которые сейчас защищают границы нашей Родины. Поэтому я считаю, что в условиях проведения специальной военной операции это правильное решение. Все больше россиян заключают контракт с Министерством обороны в Югре. Дело в том, что в нашем округе одни из лучших условий для поступления на службу. Добровольцам оплачивают проезд в наш регион, предоставляют питание и проживание. Помимо ежемесячных выплат от Министерства обороны в размере 204 тысяч рублей, правительство Югры единовременно выплачивает каждому добровольцу 745 тысяч и еще по 150 тысяч рублей каждые два месяца. Помимо этого есть и муниципальные выплаты. К примеру, Сургут каждому подписавшему контракт выплачивает по 150 тысяч рублей. Постоянно расширяются виды социальной поддержки. Все югорские добровольцы сохраняют свои рабочие места на период службы. Также им и члены их семей компенсируют оплату жилья и расходы на коммунальные платежи, предоставляют кредитные каникулы, оказывают бесплатное медицинское лечение и реабилитацию. В то же время дети военнослужащих могут бесплатно получить высшее образование в любом вузе Югры. Моё личное мнение, наш фантомастикотный округ входит в пятерку, мне кажется, по условиям лучших. Это моё личное мнение, конечно, я не смотрел статистику, потому что у нас иногородние тоже люди приезжают, то есть и отбывают от нас, короче, хотя с других городов там Стобольска, Стюмени, Секатерина, Салтай кто-то есть, вот ребята. Вот сзади меня тоже есть пара ребят, они вообще не Стобольска. Один там человек вообще с Салтая приезжает. То есть условия получше, чем у них в округе, а вот они приезжают сюда от нас и выбывают. 107 сургутских семей с начала этого года переехали в новые квартиры из аварийного жилфонда. В планах администрации города расселить ещё 59 семей. Всего в очереди на снос стоит около 6 тысяч квадратов непригодного жилья. Совсем недавно опустили последние деревяшки в сердце Сургута, в микрорайоне «Строитель». Сами дома сейчас стоят пустыми. Их уже начали разбирать и снесут в ближайший месяц. А вот людей, которые здесь проживали, уже расселили в новостройки микрорайонов Марьина-гора и Голдфиш. Сейчас в муниципалитете работа по расселению идёт с опережением сроков. Квартиры выдают тем, чьи дома были признаны аварийными после 2017 года. В начале минувшего года, например, в очереди стояли 915 семей. В 2023 году ключи от новых квартир получили более 700 семей. Сургутянам предоставили право выбора. Они могли взять имеющееся в распоряжении администрации жильё, либо забрать деньги на покупку недвижимости. Цена за квадрат при этом на уровне рыночных цен в районе 107 тысяч рублей. 70% новосёлов выбрали первый вариант. Отмечу, квартиры под переселение власти города выкупали сразу с чистовым ремонтом. Мы продолжаем нашу программу информационной картиной дня о событиях и людях, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание. В Югре за год на вторичную переработку отправили свыше 3000 тонн отходов. И удалось это благодаря сортировочным линиям на полигонах в Югорске, Урае, Нижневартовске и Нефтьюганском районе. А также о работе сети экоцентров Югра собирает. Такой статистикой накануне дня работника ЖКХ поделился региональный оператор по обращению с ТКО «Юграэкология». В компании отметили, что на линии ежедневно выходит 182 мусоровоза и 50 единиц техники для вывоза крупногабаритных отходов. В работе задействовано 360 человек, водителей и механиков. И с нами на связи Виталий Эдвардович Якимчик, исполнительный директор по обращению с ТКО. Юграэкология. Добрый день. Рады вас снова видеть у нас в гостях. Очень полезным делом занимаетесь. Восхищаюсь до сих пор тем, что делает Юграэкология. И давайте начнем с самого начала. Как говорится, есть ли у вас статистика, сколько в Югре таких добросовестных граждан, которые не складывают все в одну урну, а сортируют отходы действительно полезные для переработки, несут, возможно, прямо к вам в Юграэкологии? Да, здравствуйте. Ну, на самом деле, у нас открыты эко-пункты по сбору вторичного сырья Югра собирает. И за прошедший год посетили 29 тысяч человек наши пункты сбора. Большая цифра. Но учет ведется по одному человеку, если пришла семья ведь. Или пришла школа, сдала большое количество отходов. Это тоже один субъект. На самом деле, конечно, гораздо больше людей. И, соответственно, больше школ. То есть порядка 370 образовательных учреждений участвуют в сборе вторичных отходов. Выходит, привить югорчанам культуру экологичного сбора на вторичную переработку отходов привить удалось у вас? Ну, на самом деле, все же познается в сравнении. Конечно, мы делаем первые шаги в этом отношении. Несомненно, это, собственно, труд и неудобство для людей, когда приходится дома сортировать это. Соответственно, какие-то выделять вторые емкости, помимо смешанных отходов, для того, чтобы собирать пластик, стекло, макулатуру, батарейки. Крышечки те же самые. Все это приходится дома хранить какое-то время. А что обычно вам несут на вторичную переработку? Что чаще всего несут? Давайте так, топ-3 сделаем. Давайте. Первое место это макулатура. Вот с момента открытия сдано 185 тонн макулатуры уже. Стекла 96 тонн и пластика 23 тонны. Ну, все остальное гораздо меньше. Ну, можно сказать, есть такой уникальный еще предмет, как крышечки. То есть, они на самом деле маленькие очень, но их очень много людей собирает. И вот, соответственно, за период сдано 27 тонн крышечек этих. Классно. От пластиковых бутылок. Отличные результаты. И с чего же тогда начинать тому, кто сейчас смотрит нас и кто загорелся этой идеей, купит себе дополнительное мусорное ведро в квартиру? Как начинать приносить пользу и вносить свой вклад в экологию Югры? Ну, на самом деле, мне кажется, на первом месте должно быть задуматься о том, как можно минимизировать, собственно, сами эти отходы. То есть, покупать, наверное, меньше в упаковке каких-то продуктов, овощей. Вот, соответственно, используют по минимуму пакеты. Ну, я не знаю, элементарные вещи какие-то. Есть сумки многоразовые, которые точно так же и продаются. И, возможно, в многоразовом использовании для походов в обычные магазины, типа магнит, лента. Вот, соответственно, используют поменьше пакетов. Ну, а тем, кто уже, собственно, непосредственно дома уже сортирует, хотя бы вот на те фракции, которые я сказал, хотя бы на три основные стекло, пластик и макулатура, ну, то есть картон, к примеру. Ну, запастись терпением. Да, действительно. Ну, дело хорошее, просто отличное. Говорим мы здесь не про местечковую помощь, а про помощь планете. Вот, да, каждый единичный случай может принести огромную пользу. Что можно приносить для сдачи на переработку, помимо бумаги, картона, стекла, пластика и крышечек? Ну, на самом деле, ассортимент большой, но топ, наверное, это все-таки то, что я сказал. Это виды пластика разнообразные, то есть это PET, PND. Ну, то есть PET это то, что пищевая продукция, там, соответственно, вот эти бутылки, ну, с под Кока-Колы, с под молока, белая, прозрачная, зеленая, там, голубая, любая. А PND это с под бытовой химией. То есть это то, что мыло, например, и, соответственно, канистры всевозможные. Ну, вот, еще принимаем пленку, соответственно, стрейч-пленку, но она должна быть чистая, сухая. Ну, соответственно, в домашних условиях, ну, практически нельзя ее такую получить, потому что, как правило, упаковывается пищевая продукция. А можно найти этот список предметов, что ли, найти? Да, потому что я помню, что акция, когда вы делали елку из дисков, да, там как раз-таки говорилось о том, что нельзя отправить на переработку. И вот представились варианты того, что нельзя сдать в «Югра собирает». То есть нужно зайти на сайт «Югра собирает» и ознакомиться со всей необходимой информацией? Абсолютно. Вы ответили за меня, да, есть соцсети, соответственно, есть соцсети «Югра собирает». Можно найти и в Телеграм-каналах, и в группе ВКонтакте. И точно так же можно зайти на сайт «Югра экология» и получить, собственно, эту информацию. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз вместе с Виталием Эдвардовичем призываем всех. Ребята, ну, небольшие неудобства. Нужно потерпеть, разделить отходы и помочь своей же планете дышать немножко свободнее, легче. Тем более в век современных технологий почему бы немного этим не озадачиться ежедневно. Спасибо вам большое за ваши мероприятия, акции и вообще за ваш труд. Мы будем двигаться дальше. Поговорим о сегодняшнем дне. Напомню, что 21 марта и сегодня Всемирный день поэзии. Этот праздник ежегодно отмечается именно в этот день с целью поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными. В Москве, как и в Париже, Брюсселе и нескольких других столицах мира, первый день поэзии прошел 21 марта 1999 года. В Государственном литературном музее на Петровке он проходил. И с нами в студии сегодня член Союза писателей России профессор Александр Николаевич Семенов. Добрый день. Александр Николаевич, очень рады вас видеть всегда. Не сегодня, а всегда. Хочу на этом акцентировать внимание всех. Александр Николаевич, мы вас приветствуем и сразу первый вопрос. Вот как вы думаете, почему этот праздник не теряет актуальности? Ведь сейчас молодежь все чаще выбирает быть блогерами, например, или какими-то там рэперами, но явно не поэтами. Дело в том, что мы все равно вернемся к поэзии, потому что количество умных людей в стране, по моим наблюдениям, растет. А, как сказал поэт еще в 19 веке, жизнь и поэзия одно. Или это мысль, вооруженная рифмами. Значит, она все равно когда-то понадобится. Более того, я абсолютно знаю, что в некоторых странах, которые, так скажем, немного ушли от нас в отношении бытовой техники, в отношении телефонов, смартфонов, проигрывателей, видеомагнитофонов и так далее, у них от 20 до 25 процентов учебного времени в высших учебных заведениях отводится именно на духовное воспитание, на культуру, на поэзию, музыку и так далее. И в этом есть смысл, потому что поэзия рождает в том числе, как я предполагаю, и техническую мысль, научную мысль. Она будет ее, потому что по-другому быть не может. Вы педагог в первую очередь для молодого поколения были и есть, и будете им всегда. Вот как вы, можете ли вы дать оценку современным поэтам? Как распознать, заметить, чего не хватает в современной литературе? Вот вопрос задала и сразу немного от себя еще добавлю. Я тоже любитель творить немножко, честно. Никому не показываю, нигде не публикую. Но состою в очень большом количестве различных сообществ в интернете, где читают таких же писак, так я нас называю. Единичные бывают труды, но очень приличные. А ведь нигде не публикуемся. Вот чего не хватает? Нет, опубликоваться сегодня можно. Я знаю, не буду называть сейчас имена наших земляков, которые печатаются в журнале «Наш современник», потому что это настоящая поэзия. Я настоящую поэзию отличаю по принципу, который дал еще Леонардо да Винчи. Он говорил, что искусство начинается там, где я не могу. Вот если я не могу так написать, то это настоящая поэзия. А у нас очень много пишущих, я могу лучше, извините, но ничего хорошего в этом нет. Потому что поэзия – это мир, у которого есть свой язык. Свой язык есть у Гумилева, у Пушкина, у Тютчева, у Ивана Шестава. Я безумно люблю Бродского. Что? Безумно люблю Бродского. Обожаю Бродского. Да, конечно. Совершенно тяжело читать его в первый раз, но когда ты поймешь... Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и к льхуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в роли... Нет, это надо читать, ну, не в течение... Это нужно декламировать со сцены, я считаю. Да, конечно. Потому что просто сетью... Это настоящий большой поэт, абсолютно с вами согласен. Но у нас много тех, которые не имеют своего лица, которые научились рифмовать, научились даже находить образ. Но нет своего лица, своего взгляда на этот мир, как был, например, у того же Пастернака, когда определение поэзии – это круто налившийся свист, это щелканье сдавленных льдинок, это ночь леденящая лист, это двух соловьев в поединок, это сладкий заглохший горох, это слезы вселенной в лопатках, это спультовый флейт Фигаро низвергается градом на грядке. Все, что небо, так важно сыскать на глубоких купаленных донях и звезду нанести до садка на трепещущих моклых ладонях. Плошь и досах в воде духота, небосод заливался ольхою, этим звездам к лицу б хохотать. Ан, вселенная – место глухое. Вселенная – глухое место по сравнению с поэзией, в которой живет человек, поэтому рифмоплетов было очень много и будет, но все равно будут настоящие поэты, как они есть и сейчас. Я в этом не сомневаюсь. То есть искусственно взращивать и пытаться вытаскивать их из глубин не нужно. Поэзия должна сама прорасти в обществе такой, какая она есть. Нет, поэтам надо помогать. Нужно помогать. Дело в том, что, во-первых, их надо распознавать и видеть, есть ли там зерно или нет. Или это привычка рифмовать какие-то там слова, амбы, ямбы и так далее. Это мы про рэп сейчас, это не про поэзию. Привычка просто рифмовать. Про это я вообще не хочу говорить. Это к поэзии как-то не имеет отношения. За ними надо наблюдать, им надо помогать, потому что среди множества все равно должно быть жемчужное зерно. Обязательно. И оно всегда появляется. Немножко отойду от темы поэзии, но от литературы далеко отходить не будем. Вот смотрите, Александр Николаевич, наверняка вы знакомы сейчас с тенденцией экранизации не только теперь уже театральной, но и кинематографической, различных классических произведений. Совсем недавно вышел «Мастер Маргарита», за ним сразу Онегин через совершенно кратчайшие сроки. Как вы относитесь к этому? Ведь взгляд кинематографа на эти произведения, если не немножко, то совсем диаметрально противоположный бывает. Ну, видите ли, в чем дело. Здесь есть одна, как я говорю, хитрость. Любое художественное произведение – это вторая реальность. Человек увидел войну 12-го года и написал роман «Война и мир». Но война была не такой. Человек увидел патриарши пруды и союз писателей, который формировался в это время в России, и написал «Мастера и Маргариту». Но все это было немного не так. То есть это уже вторая реальность. Или это тень от реального мира. А те, кто снимает фильм, они создают вторую тень от тени. Понимаете? Они дважды искажают то, что уже было. Кому-то это удается. Но в моем сознании Филипп Филиппович Преображенский в «Собачьем сердце» – он другой. И если я сначала посмотрел фильм, а потом бы прочитал «Собачье сердце», я бы увидел Филиппа Филипповича в роли Евстигнеева, в исполнении Евстигнеева. А мне уже навязали бы тогда. Нет. Надо сначала прочитать, чтобы потом увидеть несоответствие. Увидеть то, как человек может изуродовать великий роман «Тихий дон», только потому, что он его не читал. Я могу доказать, что человек, который после смерти отца монтировал фильм «Тихий дон», он его не читал. Он даже не знает, что следует, зачем. Понимаете? Не говоря уже о том, что, скажем так, девушка с пониженной социальной ответственностью играет аксинью. Я не против тех девушек. Но каждое ведомство по Булгакову должно заниматься своими делами. Вот пусть бы она этим и занималась. Или мужчина, который не знает, как целуется мужчина с женщиной, он играет Мелехова, а он привык целоваться с особями своего пола. Он не знает этого. Понимаете? Это же видно на экране. Это спрятать нельзя. Поэтому это надо очень осторожно. Потому что каждый художник создает свою версию преступления и наказания, «Мастера и Маргариты», «Войны и мира», «Тихого дона», так, как он видит. Но вы смотрите? Что? Вы смотрите эти экранизации? Да. То есть у вас нету к ним изначального такого негатива? Изначального нет. Для того, чтобы оценить, надо увидеть. Потому что я не хочу уподобляться своим коллегам, когда я был свидетелем того, когда... Я диссертацию, конечно, не читал. У меня не было времени. Но я должен сказать, что здесь все не так. С какого перепуга? Понимаете? То же самое. Я не могу оценивать фильм, если я его не видел. Вы вот говорите, «Мастера и Маргарита» новая экранизация. Я еще не смотрел. Поэтому... Поэтому не будем судить строго сегодня его. Пока не будем. Надо посмотреть. Потому что так нельзя голословно. Все, хорошо. Я вас поняла. Дать свое впечатление. Сегодняшний поток молодых писателей, молодых поэтов, ну потоком, может быть, это и сложно назвать, насколько он вам по душе? Есть какой-то привкус, цимус современности? Есть в этом интерес, жизнь какая-то? Или все это немножко уже упрощено и не так романтично, как было раньше? Нет, что вы. Есть очень интересные авторы. Чтобы долго не распространяться, я понимаю, что мы все-таки ограничены во времени. Не знаю. Но я бы посоветовал нашим зрителям, слушателям сегодня почитать стихи Аллы Романовны и Штемировой Посоховой. «Взгляд на мир», о котором я давно много знаю. Ну, вы же видите цвет моей головы. Я как-то вот и поэзии много знаю. И звучит новое слово. Новое неожиданное слово в этом мире, об этом мире, о себе. И я могу еще вам именно назвать, ну, просто чтобы не утомлять зрителей и слушателей, вне сомнения. Сейчас есть такие авторы. Другое дело, что, знаете, как-то так, половодье, оно иногда на поверхность выносит не самое ценное, что есть в наших городах. Потому что, когда начинается половодье, то в первую очередь, извините, поднимается, не хочу никого обидеть, мусор. А настоящие поэты, ну, знаете, как говорят на Востоке, глубокая река течет бесшумно. Вот они бесшумные, настоящие, которые есть в том числе в нашем городе. Сегодня очень много тем поднято про патриотизм, про сплочение, в том числе и семейное сплочение. И очень много привязано к этому вещей в школьной и подростковой программе. Когда, ну, детворе, так скажем, немножко уже навязывают авторство людей, которые, в принципе, творчеством как таковым-то и не занимаются. Но посмотреть, послушать было бы неплохо. Вот как вы относитесь к тому, что, как сказать-то, наверное, с Министерством образования происходит сейчас именно в литературном плане? – Знаете, ну, здесь для меня есть два аспекта. Первый аспект – я не люблю, когда патриотизм подменяют умением поддакивать. Я знаю таких авторов, таких исполнителей, которые всегда очень вовремя поддакивали в разные исторические эпохи. Патриотизм и поддакивание – это не синонимы. Во-первых. Во-вторых, вы сейчас сказали, я вспомнил, в 1975 году проводился опрос среди творческой интеллигенции в СССР. Опрос на тему, какие поэты более всего читались в окопах войны. То есть солдаты, когда были в бою, когда каждое мгновение можно было ожидать смерть. И первые три места... А как вы думаете, кто занял первое место? Сложный вопрос. – Шолохов, наверное. – Что? – Может быть, Шолохов? – Нет, из поэтов. – А, из поэтов. Первые три места распределились так. На втором месте был Твардовский. На третьем – Симонов. А на первом – Есенин. Вот вам и патриотизм. Есенин, который, извините, не поднимал красного знамени, не кричал за Родину, за Сталина, не писал моего любимого Василия Теркина «И жди меня». Он писал о том, что есть Сиреневая Русь, и хотел там бродить. И он оказался лучшим. – Это про патриотизм, конечно. – Значит, патриотизм, он в чем-то другом. Не в том, чтобы рвать на себе рубашку, а в том, чтобы любить эту Родину. В том, чтобы говорить о ее березах, о ее полях и так далее. Вот, наверное, таким образом я бы понимал... Знаете, французы говорят, есть такая длинная пословица, я на том языке не скажу. Ты сказал, я поверил. Ты повторил, я засомневался. Ты сказал третий раз, и я тебе не верю. Я знаю некоторых патриотов, которые так об этом говорят, что я им не верю. Вот такая позиция. Мне больше нравится Есенин. – Хорошо. Спасибо большое за ваши ответы. Мы вас поздравляем еще раз с вашим поистине профессиональным праздником. И наверняка есть у вас и друзья, и коллеги, которые вот так местечково, возможно, но творят очень классные вещи, великолепные вещи, которые хочется слушать, которые хочется смотреть. Сейчас наши современные театры местные ставят прекрасные постановки, не выезжая в другие города, в другие села и веси, получается так, что творчество и культура может развиваться здесь, сейчас, и никто не станет ему помехой. Ни время, ни годы, ни поколения. Получается, что так. Я надеюсь, что вы со мной тоже согласны, Александр Николаевич. Спасибо большое. Мы будем двигаться дальше. У нас остается совсем немного времени, но есть еще одна новость. Она больше относится к вещам таким космическим, нежели к повседневным земным. 20 марта отмечался Международный день астрологии, приуроченный ко дню весеннего равноденствия. Именно в этот день начинается астрологический год по-настоящему. И что же сулит нам год дракона и так называемая эра Водолея, узнаем у нашего астролога Ольги Шиховой. Она с нами на видеосвязи сегодня. Добрый день, Ольга. Собственно, расскажите, чем же страшен нам год дракона или не страшен ли он вообще нам? Добрый день. Нет, конечно же, не страшен. 10 февраля вы правый хозяин года. Зеленый деревянный дракон официально вступил в свои права. И деревянный дракон символизирует плодородие, богатство, мир, трудолюбие. И этот зеленый дракон, он, конечно, настоящий новатор. Поэтому будем ждать чего-то оригинального. И чтобы дракон вас заметил и расположился, конечно, нужно отказаться от старых методов в работе. О каком-то годящем общении или привычек старых. И рискнуть внести в жизнь что-то новое. Знания, взгляды, знакомства. Ну и быть, конечно же, решительным, но при этом вдумчивым. А что такое эра Водолея, о которой вот сейчас я говорила? Почему она наступает именно сейчас? Бояться Водолеям нужно чего-то. Или все должны бояться Водолеев, наоборот? Опять же, ничего не нужно бояться. Идем вперед. Вообще, с 2020 года наша жизнь кардинально изменилась. И что такое эра Водолея? Это когда у нас смена эпох происходит. Вот была эпоха рыб, а сейчас эпоха Водолея. Это когда Плутон заходит в знак Водолея. Плутон — это планета-трансформатор, это планета-жёсткий кризис-менеджер, птица Феникс. Заходит дружелюбный знак Водолея, причём заходит на очень много лет. И все изменения, которые будут происходить в нашей жизни, они будут не ежеминутно, не сегодня, а на протяжении десятков лет. Водолей — это знак, который любит всё новое, революционный, он очень любознательный. А Плутон, его иногда сравнивают со скальпелем хирурга, когда он отрезает всё, что не нужно, и причиняет добро через боль. Но я хочу сказать, что что такое эпоха Водолея? Это когда мы должны принимать всё новое. знания, да, сейчас очень меняются, я вот даже по себе знаю, одно обучение прошло, а уже надо второе применять на себе, это всё монетизировать, делиться с людьми. В общем, старое борется с новым, и новое побеждает. И весь 2024 год нас ещё будет откидывать, отбрасывать к старым стратегиям, но всё равно уже в конце 2024 года, в ноябре он окончательно зайдёт, Плутон зайдёт в Водолей, и вариантов не останется. И придётся идти в новое и признавать всё необычное, инновационное. Великолепный прогноз, я считаю. Классно, дружелюбные, обновлённые, энергичные. Мы будем ближайшие лет 20, я так понимаю. Никакие конфликтные ситуации нам не страшны. Да, минимум 20 лет, и также тут будет место быть, иметь искусственный интеллект, да, который займёт своё почётное место во всех жизненных сферах, и мы уже это замечаем, да, это во всех сферах, и от политики до кофемашины. Вот, и что ещё? Всё. Хочу сказать, что больше всего, конечно, трансформация коснётся скорпионов, водолеев, львов, тельцов. Вообще, конечно, всех людей, но больше всего вот этих знаков. Всё, я как водолей приняла для себя руководство к действию. У вас просто очень интересная жизнь началась ещё в прошлом году, с весны. Я скажу вам, в позапрошлом. Я уже предчувствовала, что что-то грядёт, но ещё была в этом неуверена. Спасибо вам большое, Ольга. Отлично. Классно. Надо составлять астрологические прогнозы, к вам бежать скорее и карты различные. Бежать, надо смотреть, да, натальную карту. И посмотреть, куда двигаться дальше, в каком направлении, но точно, что только вперёд и не шагу назад и на месте. Спасибо большое. А наш эфир сейчас за финалем прекрасным, позитивным видео, которые нашли на просторах интернета. Если вы смотрели наши предыдущие выпуски, то помните, что как-то мы уже показывали вам видео про оленя, у которого нет никаких проблем. Наверное, он, кстати, водолей. Смеем предположить, что вот этот олень, которого сейчас вы увидите, это его брат или вообще коуч по позитивному мышлению. Смотрим. Вот кто-кто ворвался в эру водолея, так точно, это прекрасное животное. А мы с вами на этом, пожалуй, прощаемся. Желаем вам отличного дня во вторник, 26 марта. Встречайте моего коллегу Михаила Епихина, который обсудит с экспертами Югры и России индустрию гостеприимства в Югре. А мы на этом заканчиваем. Редактор субтитров А.Семкин